В 2020-м Федеральная налоговая служба перешла на новый формат работы. На ежегодной отчетной конференции Инга Гришанова подвела ее основные итоги. По словам заместителя руководителя Одинцовской инспекции, в период карантинных ограничений большая часть платежей стала осуществляться в режиме онлайн. Работу с гражданами вели бесконтактно. Налогоплательщики стали более активно использовать различные электронные сервисы Федеральной налоговой службы. Это личный кабинет физического лица, личный кабинет юридического лица, личный кабинет индивидуального предпринимателя. Кроме того, это взаимодействие через оператора связи в электронном виде. Но также у входа в закрытый операционный зал инспекции были установлены боксы для приема бумажной корреспонденции. В связи с введением дополнительных льгот и послаблений для бизнеса налоговые выплаты для предпринимателей были пересмотрены. Предприниматели и организации, осуществляющие свою деятельность в пострадавших от пандемии отраслях получили существенную поддержку от правительства Российской Федерации в виде различных субсидий, отсрочек и других некоторых мероприятий. В отношении 10 тысяч заявлений о предоставлении субсидий, поступивших в нашу инспекцию, могу сказать, что все они прошли положительную проверку и все налогоплательщики по этим заявлениям своевременно получили субсидию. При этом уровень всех налоговых поступлений не только не уменьшился, но и принял положительную динамику. 74% всех платежей граждане сделали в добровольном порядке. НДС, НДФЛ и налог на прибыль по-прежнему составляют основной источник доходов. Одинцовский городской округ. Поступления составили 9 миллиардов 615 миллионов. Городской округ Краснознаменск. Поступления составили 450 миллионов. И городской округ Власиха – это 435 миллионов рублей. С нерадивыми налогоплательщиками инспекторы ведут постоянную работу. Рассылка требований заявлений судебных приказов, разъяснения и убеждения в первую очередь. В приоритете был так называемый бесконфликтный фактор урегулирования долга. Это зачеты, которые мы проводили самостоятельно, также по письмам налогоплательщикам. И общая сумма проведенных зачетов составила 2 миллиарда 766 миллионов рублей. Всего за год было рассмотрено 27 судебных споров. Их большая часть в пользу налоговой службы. С каждым годом количество судебных споров и должников сокращаются.